Еще 22 года назад Никита Ивкин и сам занимался в этом зале, а сегодня после участия в СВО воспитывает очередное поколение дзюдоистов. С улыбкой вспоминает свои первые шаги на пути к званию мастера. Как ребенок я сначала отнесся к этому как к простой секции, к простым занятиям. Даже был период, мне не нравилось. Я переходил даже на футбол, занимался какое-то время, полгода футболом. В итоге боевое искусство взяли вверх, остался здесь, остался со своими людьми, с которыми я и по сей день. Спортивная дружба – это же вообще самая сильная дружба, пожалуй. Спортивную дружбу Никита поддерживал на расстоянии со своим старшим братом. Будучи учениками разных школ дзюдо, они встречались разве что на каникулах и соревнованиях. Поначалу я был, конечно, побольше весом, потом он меня догнал и перегнал. Я боролся в 81 килограмм, он уже в 90. На соревнованиях, конечно, встречались, но не на татаме, а как брат с братом. Ну и это даже хорошо на самом деле, это только укрепило наши отношения. После университета Никита прошел срочную службу, подписал контракт и попал в спортроту. Во время отпуска воспитывал молодых спортсменов. А год назад принял решение отправиться добровольцем на СВО. Для ребят это была дикость, когда я приехал. Там в основном мужики как бы с районов, то есть щиты там, грубо говоря, пару человек всего было с самого города. Тут к ним приезжают, конечно же, спортсмены, им интересно, постоянно их кормил всяческими историями. Зарядку я, конечно, не проводил им, но чему-то все-таки учил. Расчет стал семьей, а гаубица небольшим, но домом. Бойцы даже завели себе питомца, кошечку Арту, в честь артиллерии. Она стала частью экипажа, помогала ловить грызунов и даже сама показывала приемы дзюдо при встрече с другими котами, чтобы те сразу понимали, в чьей роте она служит. В один прекрасный день, когда мы занимались, так сказать, обустройством быта, Арта гуляла на улице. В этот момент мы услышали жужжание дрона в небе. Это довольно ярко. Это был дрон Камикадзе, так называемый, его ни с чем не перепутать. Я сразу же выбежал на улицу. Она уже тоже, видимо, почувствовала, что-то бежало к нам туда, под землю. Я резко хватаю ее за шкирку, выбрасываю ее резко в сторону, сам ныряю обратно в окоп. Произошел взрыв, все оказались целы, жилье оказалось целое. Кошка из испуга куда-то убежала, и вот всем расчетом это четыре человека начали ее искать, ходить по лесу. До переднего края нам оставалось буквально пять километров. Мы километры примерно прошли, то есть туда напередок, грубо говоря, прямо к врагу. Ну, слава богу, кошку нашли, вернули, все обошлось. Сегодня Никита Ивкин проходит курс реабилитации. Во время второй командировки он получил тяжелые ранения. Очень жаль, что из-за этого я не могу приступить к своей любимой, так сказать, основной работе. И вот тренируя детей, как раз сейчас, буквально через две недели у нас выезд на соревнования в Иркутск. Очень хорошее соревнование. В том году я, например, уже ездил на них, вернувшись с командировки. И сейчас до сих пор не могу понять, то ли меня сейчас положат в больницу, то ли не положат. Все вот каждый день у меня сейчас такое, как на ножах. Сейчас Никита Ивкин делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в прежнюю форму. Хочет успеть поддержать своих воспитанников на ближайших стартах, а затем снова встать плечом к ключу с боевыми товарищами. Эльшат Сафаров, Никита Дроздов. РТК Забайкалье.